Долго готовится. Вот такая разная манера выхода на помост. Вспоминаем Николая Онику. Выскочил, схватился и поднял. В российской команде Алексей Петров. Олимпийский чемпион, бронзовый призер. Олимпиады, чемпион мира. Похоже, как Николай Оника поднимал. Тоже выходил, сразу брался и поднимался вверх. От характера зависит манера такая. Да, на самом деле, манера подготовки к подъему штанги огромное множество существует. Причем в 80-е годы, начало 90-х. Каждый спортсмен старался какой-то свой подход найти. Даже, наверное, это пошло с 70-х годов. Давид Риггерт как раз-таки показал, что сам выход к штанге может быть зрелищным. После этого остальные ребята подхватили. Кто-то подкрадывался, кто-то выбегал, рычал. Кто-то недавно выложили в сеть видео немецкого тяжелоатлета категории 67,5 килограммов, где он перед началом выполнения замирал примерно на 10 секунд. И на экране казалось, что на паузу нажали, он стоит и не двигается. Стартовой позиции изначальной. А потом начинал движение и с огромной скоростью поднимал. То есть очень интересно за этим наблюдать. Но я так понимаю, что все-таки 70-е, 80-е и 90-е этому больше уделяли внимания. Сейчас таки более сосредоточены. Но тем не менее... ...на старт. Гарлим выступала на чемпионате мира прошлого года в 99-й рывке. Вот из молодых спортсменок в ее статистике не так много международных выступлений. Помимо чемпионата мира и прошлого года из таких вот крупных стартов универсиада 2017 года, это четвертое место и все дальше. Это в сумме, да, четвертая? Да. А молодая, ну, 95-го года рождения, ну, в общем, да. Не такая молодая, как, допустим... Подруга по сборной, да, с которой... Это спортсменка 98-го, 20 лет. А, подруга 88-го года. Я даже цифру уже не вижу. Мне почему-то кажется, что она молодая. Она уже очень серьезная барышня. 88-го года рождения, 30-й. Носки тоже не стирают, это суеверие. Такие в масле все. Поднимает. Ну, так видно, что в свое удовольствие, на самом деле. Тем не менее, группа... Бешамин на дело, но она не старая, и олимпийские чемпионы, рекордсмены. Соревнования они проводят у себя в 2013 год. Больше проходил чемпионат мира. Совсем недавно, две недели назад, юниорский чемпионат Европы. И спортсменов у них очень много. Просто вот сейчас почему-то увидели мы спортсменку и вспомнили, да, что поиск эта штанга тоже сильна. Ну, опять-таки, как и везде, волнообразное развитие спорта, пики популярности чередуются с упадком определенным. Вот российская тяжелоатлетика сейчас, наверное, как раз в упадке находится. Был подъем 2010-2015. После тоже такого затяжного безмедального состояния, когда там с чемпионата мира, что есть, как мужчины одну медаль превращают. Чем вызвано было? Ну, на самом деле, вот этот последний подъем, он, в принципе, связан с увеличением массовости в мире. Ну, я имею в виду российскую. Про российскую я и говорю, что вот 2010-2015 мы очень хорошо себя чувствовали. Но, к сожалению, вот самого главного олимпийских медалей давненько не было. 2004-й год, последний, как он близится. То, что в борьбе, если сравнивать, это, ну, не было таких явлений. Один спортсмен, не так давно, кстати говоря, финалист был, был чемпионом мира и финалист Олимпиады. Романа Власова проиграл. А вот чтобы выиграли, такого не было. Ну, вот, навскидку, не вспомню я таких людей. Припоминаю, что сын олимпийского чемпиона Алексея Воронина, ошибаюсь, он чемпионом России был. И даже, по-моему, чемпионат Европы выигрывал. Правда, там, что-то опять здесь квалификации было, к сожалению, вот так вот из известных. Но при этом обратная картина, когда, допустим, отец занимался тяжелоатлетикой и отдал сына, а сын уже вышел на высокий уровень. Таких примеров полным-полно. Вчера Артем Акулов выиграл золотую медаль. Его отец мастер спорта по тяжелоатлетике. Отдал сына в этот вид спорта. И мы ему за это благодарны. Да, в борьбе тоже таких примеров предостаточно. Бошамин Надео в 98 выходит в третьем подходе. Ну, не стала она пробовать рекорд. Даже если сейчас она справится с этим весом, то это будет меньше, чем год назад в чемпионате мира в Анахайме. Ого! Вот это она выдала. Завершает выступление. Да, всего лишь 96. В борьбе было другое явление, когда отец олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а дочь олимпийской чемпионки по гимнастике. Вот Алия Мустафина. Вот такая вещь была. Даже вот у знаменитого медведя, сын тяжеловес, все, ну, как-то так, отец имел огромное влияние, судейцы все годы. Но он на чемпионате Европы до каких-то наград добрался. Ну, в общем... Нет, ну, если брать о том, такой параметр, добьется ли таких же результатов сын, как и, допустим, отец олимпийский чемпион. Кстати говоря, совсем вылетел из головы такой пример на виду Дмитрий Клоков. Да, ну... Да, чемпион мира, его отец тоже чемпион мира, да? Да, Вячеслав Иванович Клоков. Иванович Клоков. Оба стали чемпионами мира. У атлетики, вот лично мое мнение, что практически любой человек, который посвятит определенное количество времени и энергию занятиям, может приблизиться или даже выполнить норматив мастера спорта. 13-14 лет начинает заниматься. А дальше, а дальше уже, да. А вот дальше здесь уже исключительно твои данные. Методика здесь бессильна. Камия Аюми, Япония, 100 килограммов рвет. Удержала. Было мгновение такое. Ну, такая мощная японка. Я вот не нашел ее статистики. И она любопытная, что она не чистокровная японка. Потому что чисто внешне понятно, что это зовут ее абсолютно Ауни по-японски. Да, действительно. Ну, будем внимательно наблюдать, что она покажет дальше. Пока очень убедительная попытка была. На Гарлем Кристель. 95 килограммов. 95, это было второй попытки. Сейчас 100. 100. Неудачно. Личный рекорд сейчас пыталась установить Гарлем. И, собственно говоря, она завершает. Это третий подход был. Вьежек Молгажата. Тоже 100 килограммов. Последний подход. Для Вьежек это не рекорд. Но сегодня тяжело. Предыдущий подход так... Очень опасно было. Травма могла, да, себя нанести. Точно такая же ошибка. Но только менее травматичная. Ну, здесь вот по технике такое ощущение, что спортсменка отдельно, а штанга отдельно. Нет взаимодействия у единого. Да, сразу штанга ушла назад. Здесь даже не на долю секунды не было задержки. Да, сомнения не было. Вот по этой табличке интересно смотреть. Ох, какая! Да, не Кетчанки, та самая француженка, которая с корнями, наверное, откуда-то из Камеруна, скорее всего. Ну, Африка, как сейчас большинству французских атлетов, национальный сбор, независимо от дисциплины, увлечения. Ну, вот недавно она появилась, в 88-го года рождения, также ей 30 лет и очень мощная. Давайте посмотрим, что у нас Кетчанки показывала. В Анахайме, кстати говоря, бронзовый призер чемпионата мира. Тоже, да, в отсутствие каких-то сильных спортсменов удалось ей пробить. Угу. Очень как-то по-женски она штангу подвинула, да. Боролась как, а? Совсем недавно наши англоязычные коллеги ввели такой термин в тяжелую атлетику, как сейф. Фиксация, да, вот такая. Когда вот именно борьба в сейде, приходится ловить баланс, вот она так, на пятки, и все-таки спасла попытку. Будто ругаются. Молодец. Молодец. Хорошее выступление. Остановилась она на 104. Очень далеко от стандарта. Такими группами идут спортсменки. На самом деле. Да, тройка уже завершила выступление. Даже четверка. Здесь нет такой плотности, как мы наблюдали мужчин предыдущей весовой категории вчера. Вчера вообще потрясающе, конечно. Все сразу вступают в борьбу. Здесь вот группками такими. По 2-3 спортсмена. Следующая мексиканка и колумбийка. Должны так появиться. Осталось. 105 килограммов на Китчанке. Вторая попытка. Так, личный рекорд. Легко. Очень легко. С таким запасом. И это личный рекорд. То есть, видимо, она справляется где-то на 3-9. с большими весами вот я про нее как раз и говорил что очень сильная 107 все-таки в толчке у нее 130 заявлено какой неплохой вес уже хотя там рим юн сим 150 прилично ух какая молодец ну что превзошла рекорд до считать должны да что ли это что штанга влево поехал это все-таки сказывается еще вот отсутствие школы такое или это просто вот так сложилась попытка ну по-разному здесь бывает даже опытные ребята которые вроде бы технично поднимают это не такой бывает здесь чуть-чуть не так плечо локоть включился другой угол и небольшой перекос возникает фуэнтес 110 без проблем фуэнтес была 4 в анахайме год назад 105 килограммов показала в рывке сегодня 110 уже первой попытки и причем так вполне может добавить потому как вот попытка была использована 100 эквадор 111 до ого леди солис чемпионка мира прошлого года на помосте и что не пошло синдром первой попытки я думаю волнение как-то все легко было сделано даже знаешь наверно артура ну вот сейчас убедительно как я говорил волнение первого подхода здесь не техника не сила не могли повлиять так как влияет голова спортсмена ну что она совсем чуть-чуть прибавится не стала далеко уходить она скорее всего 115 пойдет эквадор даем из баррера двукратная чемпионка мира среди миоров на последнем чемпионате мира 115 показала как она стиль подобрала помаду в тон трико и бантик конечно этот очаровательно особую не определилась поэтому штангетки дай мне обувь жил атлетов решила взять разных цветов ну кстати говоря в свет и прическе бантика и костюма то есть в этом тоже своя находка ну пока мы рассуждали она 111 килограммов фиксирует поднимает также хорошо как и выглядел 111 есть победительница 13 13 национальных игр китая 120 килограммов в руске и затем в толчке толкнул 145 от 3 попытки отказалась здесь 113 начинает этом упражнение на международных соревнованиях выступала только на чемпионате азии среди юниоров и два раза приезжала в россию выступать хорошо уверен на стране несколько лет подряд проходили соревнования под названием кубок президента и туда приезжали тяжелые спортсменки и спортсмены с разных стран и вот как раз китаянка условия гостиница есть но есть еще один объект сейчас я про него расскажу после попытки криянки рим гон-сим явный лидер в этой весовой категории засчитаю да ей засчитают было просто тяжело но опять таки думаю это волнение первого подхода давно не выступала чемпионата мира на два года был перерыв мне вот смущение я когда осмотрел протоколы здесь ошибка что ли я здесь лим джонсим нет а у нас рим джонс джонсим написано а так как в общем созвучных имен в северной корее ну в общем как и в китае такое количество значит она линейская чемпионка мексиканка неправильное техническое исполнение сил уже не хватает на самом деле так вот по поводу арены на же есть москве дворец тяжелоатлетики ранее берем так раньше назывался вы слышали что-нибудь владимир это в цска который нет нет это оливки который сейчас олимпийский это там где бассейн находится этот бассейн я строил еще после олимпиады именно вот этот зал он именно строился соревнований по тяжелоатлетике и он носил название на к дворе тяжелоатлетики и там проходили соревнования на которых не довелось быть наверное последний там лет сиреневый бульвар дом не помню как сомневая или или 2 из четная сторона или нечетно изначально он был дворцом тяжелоатлетики потом черкизовский рынок сожалению там немножко оставил след за оставил след и вот некоторое время назад институт физкультуры который сейчас снова с оливк называется он опять к соли потрясающе то что название руку вернул ему спортивную составляющей проводит там мероприятие так что молодец как помочь и тем временем происходят интереснейшие события эквадорка фиксирует 115 от серьезная заявка на медаль между прочим так 115 пока она проигрывает кореянки именно по разнице попыток но результат очень хороший там вообще проводится очень много соревнований но единственное дворец требует реконструкции если честно такой серьезной реконструкции во всем случае внутренней потому что он со времен московской олимпиады в общем там мало что менял но дух там остался да да и арена очень удобная если не знаю как вот там разминочный зал раньше разминка была за стеной там где хоккейная коробка стоит она сворачивалась посмотрим здесь уже организаторы я думаю подберут оптимальный вариант надеюсь что будет удобно и спортсменам и зрителям ох ох можно считается можно поднимать выше колен вот если поднята штанга а время нельзя время но идет одна минута дается 5 4 3 2 1 психологический что-то произошло чемпионки мира возможно не справилась вот с этим волнением давлением потому что год назад конкуренция поменьше было то есть не было такого а это всегда сказывается да ты без соперников выходишь или там у тебя за спиной стоят и радуются тебя обыграли таким образом леди солис на пятом месте у нас располагается до 110 она смогла взять но кто со второй попытки заключительный подход 115 не покорилась чуть ранее уэнтес она на четвертом месте если справиться то поднимется чуть повыше на третью строчку было видно по первому подходу что тяжеловато начали где-то близко с предельных весов но тройка известно кто теперь какие мяса займет лидер на олимпийской чемпионка римеон 7 117 это чей протокол не увидел я это скорее всего эквадорка у нее остался один подход она уже гарантировал себе призовое место пока она вторая если справиться с весом 117 выйдет на первое место и будет просто ждать результатов ну что ж звезда давай да ну фактически очень правильное решение вес для нее большой сейчас мы посмотрим 115 лучший рывок то есть личный рекорд сейчас пытаться поднять страна роз самые красивые роза оттуда вот одна из них на помосте молодец личный рекорд побед оглушила крик юниоров и мир вас делает да как-то немножко так упустили мы из виду а ну двукратно чемпионка мира наверное должна и стать и рекордсменкой тоже вполне заслуженно 114 до этого был стандарт сразу 117 становится и у нас лидер римеон синг 119 и ванг 108 студента и 118 у ванг ванг у нас на третьем месте сейчас суть успеха на первую строчку уходит это вторая попытка и точно так же у корейской спортсменки будет следующая вторая запас шоу да запас чувствуется большой недаром 120 поднимала на национальных соревнованиях а вот вспоминая выступление вчерашнего дня китаянки сейчас поднимают даже чуть больше чем они на этом национальном чемпионате поднимали хорошо едят отдыхают восстанавливаются ну и тренируются конечно ответ кореянки м119 вот видимо так и будут они по килограммчику хотя уже нет но все правильно если она поднимет то китаянка и пойдет 120 грянка 121 отлично опять меняется лидер у нас просто прям же сейф да 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 вот такой легкий так вес защита ванг зую будет хоть какое-то но преимущество нужно она претендует на медаль сумме а азиатские спортсмены они как раз таки я так понимаю очень ценят именно сумму если выбирать гарантированно заработать медаль или пойти на вес на победу больший они почти всегда выбирают на ул победу сумме ах так так и вот промашка произошла а почему здесь 122 они сразу же перезаявили да смысл и нет лишние там до килограммы поднимать если сейчас она 122 почему 120 она не сделает тогда или они все нет уже меньше вес изменить нельзя вот сейчас на штанге 121 установлена уже можно заявить 122 123 но никак не меньшую сторону китаянки это будет достаточно чтобы во первых выиграть рывок во вторых создать отрыв три килограмма то есть на 4 кореянка нужно будет поднимать больше во втором разу ах да и у нас победительница становится рим юн сим у нее 119 и 118 у китаянки на победу в толчке в сумме у нас определена возможно кто-то из ближайших преследователей в толчке сможет побороться француженка почему бы и нет очень интересно было бы посмотреть до китчанки 130 килограммов хорошая цифра заявлено 130 у нас еще у мексиканки и 135 у эквадорки опять долгая подготовка нас ждет отсечка 30 секунда выдохнуло тяжело ну что шельмарина дала старт вот этой завершающей сессии состязаний в категории 76 килограммов и опять судя по всему ну так и есть по заявкам у нас из двух частей будет состоять сначала поборется спортсменки которые которых небольшие веса молгажата в ежик да в ежик поднимала на чемпионате европы 121 килограмм в рывке тоже попытка в зачет но тяжеловато да 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 ну близко к пределу и вот что она что финка видно что на чемпионате европы они были в лучшей форме 7 чем сейчас ну наверное тоже понимают если на чемпионате европы эти килограммы дают возможность побороться за медаль то на чемпионате мира конечно поучаствовать да только поучаствовать там другие действующие лица и набирать какую-то супер форму нецелесообразно японская спортсменка очень понравилась мне как она выступала первом упражнении все три попытки реализовала правда так очень аккуратненько с шагом 2 килограмма шлан молодец очень долго готовил казалось что долго стоит не бросит но подела то очень хорошо толкнул точнее но все уже довольны и потому что такой зачет дан нулевой оценки уже не будет точно и можно спокойно расслабленно набирать какие-то килограммы определенные у него шаг был два килограмма в рывке посмотрим как она здесь будет себя вести ну в толчке на самом деле там больше чуть попроще упражнение до меньше влияние техники больше влияние силы ну возможно три килограмма прибавить до смыслы до сих пор Два килограмма прибавило. Не засчитано. Попытка два к одному. Судья из Китая и судья из Турции не засчитывают. Нет, извиняюсь, из Фиджи и из Турции. А вот китайский судья засчитал. Летом самим определиться, двое встречаются, кто из них сильнейший. Вот так должно быть сделано. Здесь соперничество со штангой и еще более видно, у кого получается поднять, у кого не получается. Или рвок сделать, или толчок. И вот эти нюансы, они настолько несущественны в личном мужестве, в личной победе над снарядом. Ну и судья не должен быть главным действующим лицом соревнований. Да, он должен помогать. Помогать. Заключительный подход. Уже тяжело. Да, мало времени на отдых. Неровно снаряд лежит, но... Ну, здесь есть какое-то вот у нее финальное такое колебание после того, как штанга уже... Вверху? Нет, она подняла штангу, но вытянули руки. И опять не засчитана. А затем, как бы, ее еще дополнительно вверх двигает. Ну, на самом деле, со стороны финской спортсменки это показатель, что сил-то у нее хватает, этот вес поднять. Ну, смотрим. Так, вот с этого ракурса бы досмотреть. Смотрите, внимательно подняла. А, и дожимчик был, да. Ну, вот эта игра локтей, да, как раз на нее смотрят, какие-то миллиметры в замедленном повторе. Бушмин Надю, Канада. 120 килограммов. Слышно, как в разминочном зале там падают диски. Улыбчивая барышня. Алексей, подскажите, знаете ли, вот с какого времени, в основном же пояса были вот традиционные такие, появились новые вот эти технологии? Вот пояс на липучке, он более мягкий. Так, ну, по-другому немножко ощущение от работы. Там, как бы, допустим, на одно отверстие тяжело, слишком сильно затягивает, другое слишком слабо. Здесь можно так, как тебе нужно его, да, восстановить. Гарлем Кристалл очень легко, легче, чем подруга по команде. В первом подходе 120 килограммов толкнуло. Хороший, да, результат. 128 поднимало год назад. Тяжело, очень тяжело. Так, я думаю, не будет больше выходить Ежик на помост. Смысла в этом нет. Нечем жертвовать, получается. Это не за медали борьба. Если бы было что-то серьезное, то я не думаю, что она бы вышла на помост. Также надо учитывать тот факт, что вес. Придерживают вес спортсмены. И не каждый умеет после, допустим, диеты или ограничения в воде правильно восстановиться. И судороги, те же самые спазмы. Да, я видел уже в первые дни, по-моему, у китайца, что ли, у китайца свело икроножную. И даже он подвернулся из-за этого. Но потом вышел и доделал. Видите, прекрасно все исполнило. Нет. Поэтому все вот эти какие-то повреждения, да, небольшие, они достаточно быстро залечиваются. Несколько недель. Довелось мне, Алексей, походить в 2000-е годы в ЦИТО. Там у меня двоярная сестра лечилась. И в то время там висела табличка. Значит, это институт, которая занимается ногами, в основном колени. Самый травматичный вид спорта – футбол. На втором месте. Сумеете отгадать, какое увлечение? Даже вот предположение. Балет. Вот так, да? Хоккей. А я, конечно, смотрел вот эти силовые дисциплины. Они за десяткой. Каюме. 121 килограмм. Ой-ой-ой, бурится. Техническая неточность локта. При разнушке или при выталкивании? При выталкивании локт не включила нужным образом. Наверное, подстраховалась немножко. И могла бы побороться, но где-то в подсознании всегда присутствует понимание, что это все ни к чему, потому что судьи не засчитают. Все-таки судьи за последнее время приучили. Вот это-то и плохо. Это-то и плохо. Да, видно, что у него любого велосипеда, что мы не сравним ни с одной штангой. И штанга золотой должна быть, чтобы сравняться. Естественно, давят эти все фирмы-производители. Там конкуренция идет и давят на МОК. Поэтому вот в понятных зрелищных видах, а это безусловно такой. Вот сейчас локти сразу прямые и подход с защитой. Ну, молодец, молодец. Завершает она. 121 килограмм фиксирует. И пока она лидер в этой категории. Сумма 225. Кома. Кома. Три участницы завершили выступление. Третий подход у Бушмин. И потом ее подруга по сборной также будет. А, у него подруги еще. Они одинаковые. Нет, они одинаковые. Да, они одинаковые идут. Это у них второй подход. Посмотрим. Здесь явный был дожим. Она улыбаться уже начинает. Еще только штанг вверху вылетела. Она уже рада понимать, что получилось. Вот мы видим, где-то не было видно дожима, а здесь откровенный дожим, но при этом попытка почему-то засчитана. Ленин Гарлем тоже справляется легче. Интересное исполнение вот у него второй части этого упражнения. Она так низко по штангу расстелилась. Сейчас посмотрим. Обычно более высоко встречают спортсмена. 128. Пока одинаковые, да, результаты у Канадок. Все остальные 130 идут. Поэтому сейчас еще по одному разу нужно будет выйти на помост. И начнется уже самое интересное, да? По заявкам точно уже останутся 130. А дальше только... Ну да, мексиканка, которая была четвертой. Француженка, которая была шестой. Все так претенденты. Претенденты на бронзу. Наверное, скажем так. Угу. Мексиканка. Угу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Француженка. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Максимальный вес Ну и времени мало На восстановление Бушмин Ну и фамилия у него Фиксирует Фиксирует вес Молодая канавка обошла Свою более возрастную Старшую Соперницу Друга и партнера по команде Торопятся немножко Они вот режут эмоции Показ неплохой Но вот там человек завершает Сделал хорошо Там наверняка Вот что-то она еще пораяет И покажет Конечно Это влияет Наконец-то Дождались Самая любимая Девушка режиссера Трансляции Ну и Не может не нравиться Атлетическое сложение 130 килограмм В Кичанке Атлетическое Атлетическое Интересный перехват руками Каждый раз, когда мы видим его на помосте Она всегда так делает? Это стоит вспомнить Чемпиону мира В категории до 69 килограммов Чернокожего француза Винселоса де Байя Который Вывел Францию На мировые Помосты Попадания на подиум Боролся постоянно за призы И он как раз такой способ Толчка использовал Он брал штангу на грудь А потом он еще шире перехватывал Практически до самых краев И поднимал ее наверх И очень Мне всегда это нравилось зрителям Запоминалось И когда кетчанки Также Поднимают Всегда Вспоминается, что Это не просто так Это своеобразная французская школа Выполнение толчка от груди Кстати говоря, у мужчин Тоже Много есть Спортсменов, которые борются за медали И вот они тоже подобный перехват используют В общем, уверенно Фуэнтес 132 в первом подходе Не совсем так Технически уверенно Но вот по силам Пришлось ей понапрягаться В каких местах При взятии на грудь Не так все На ее кетчанке Тем временем 136 Будет подходить И Для нее это Большой вес Год назад На чемпионате мира 134 Это был ее рекорд Уличный Сейчас На 2 килограмма На 2 килограмма Перехват Поздравляем С личным рекордом И еще попытка Да, и в толчке, и в сумме, и в рывке Уже установила француженка Свои личные рекорды Еще попытка осталась Ну вот видите Несмотря на возраст А ей 30 лет Она прибавляет Каждый год Все больше, больше и больше Субтитры создавал DimaTorzok Подождите С аплодисментами Ох, ждем решения судей Могут не засчитать Судя по реакции самой девушки Нет Юниорский рекорд Да, прям так сразу В сумме Насколько я понимаю Юниорский рекорд Потому что 140 Мировой стандарт В толчке А на штанге 137 Здесь 54 Да Уже Фойнтес 137 Килограммов Второй подход Тоже Поняла, что Не засчитана будет Да Да Бороз не стала Ну что ж И вот надо было Поднимать И в этом подходе Потому что Остальные Сейчас все убегут Вверх И нужно будет Через 2 минуты Подходить Не стала Отдыхать Прям до последнего Ну или точнее Тренеры Выгнали На помост Давай поднимай Ой какой Тяжело Ух молодец Какая Защита Китайский Арбитр Не засчитал Придрался Да Долго. Сегодня вес не покорился, но, думается, мне сможет она. Скоро сможет, да? Да. И 138, и, я думаю, даже 140. Стаж занятий все-таки небольшой, и прогресс, безусловно, будет, несмотря на возраст. Потому что сила-то у нее уже вагон. Осталось все это с техникой соединить, и тогда будут хорошие результаты. Ну, для чемпионата Европы-то точно. Так, лидеры. Да, 140 килограммов, Ванг первый выходит. Ну, у нас, в общем-то, 4 участницы осталось всего. Ну, да. Дебютантка, да, чемпионата мира? Да, да. Из международных стартов она выигрывала чемпионат Азии среди юниоров и среди взрослых спортсменов. Четкое исполнение. Да, так все аккуратно, уверенно. Ну, и сразу ориентир она такой дает определенный. Так, тем временем кореянка Рим Йон Сим немножко не такой большой, всего 2 килограмма от первого места. Но при этом ей надо и назад поглядывать, потому что вот эта девушка, которая выходит на помост, леди с Алисой из Колумбии, она чемпионка мира, она начинает 142 килограмма и явно может попытаться отнять медаль. Сейчас посмотрим, как она с первым подходом справится. Ой, как-то странно мне показалось, но встает. Не в форме, не в форме, не в форме. Это видно, это очень тяжело. Первый элемент, по крайней мере. Так, а что она разводит руками? Да, энергетики там очень много. Похоже, как и в рывке, так и прибивает немножко снаряд сверху. Ну, вторую часть, сам толчок сделан неплохо. А слышите, Владимир, как зал встречает? Да. Очень важная попытка. Если толкнется 142, тогда колумбийке придется на 8 килограмм, на 150 идти, чтобы обходить. Мировой рекорд 140. Колчкин у юниоров. Да, к тому же мировой рекорд, я думаю, в сумме тоже. Какая молодец. Хорошая техника. Второй рекорд она устанавливает здесь. Вот это, вот этого надо оставлять у каждых девушек, особенно в таких ситуациях. Побольше. Не рубить, не торопиться с нажатием кнопочки, чтобы следующий выходил с повторами. При фиксации смотрим на пятки. Носочки-то не прижало, почему-то не придрались к судье. Иногда замечают. На бант смотрят, вот в чем хитрость. То есть, так-то, если разобраться, то и не было фиксации. Все-таки на всей ступне должен стоять спортсмен. А здесь сигнал судьи нажали раньше, чем это произошло. Не увидел 149, да? Да, ну, хотят посмотреть, что там основные покажут. Такая тактическая, скорее, заявка. Так, со 150 на 145. Ванг пропускает и соглашается с этим Рим Йон Син. Рим Йон Син. Рим Йон Син. Рим Йон Син. Рим Йон. Ритуал. Рим Йон Син. Рим Йон. Не очень легко вставала. Ну, а толкнуло классно. Вы просто не видели ее предыдущих выступлений. В 2015 году с травмой выступала Рим Юн Син. Причем с очень серьезной. И там весь зал, можно сказать, умолял тренера, зачем вы заставляете ее выходить. Она потом даже на пьедестал в итоге получила медаль. Это было для кореянки, наверное, даже легкий подход. Посмотрим, что будет дальше. Я имел в виду, что вот ожидалось от лидера, что она первое движение легче сделает. Ну да, тем более первая попытка. Равнее, как бы. Согласен, согласен. Китаянка пока на третьем месте у нас находится. Да, 24 года. Ванг очень уверенно выступает. Очень высоко. Это отработано четко, конечно. Толчок самым великолепен. Тоже стала проявлять эмоции, да? Она еще перед выходом на камеру среагировала прям. Всегда, когда есть такая борьба, здесь, конечно, атмосфера очень такая интересная. И эмоции проявляют те, кто никогда их не проявлял. Вот я, кстати, приведу пример на Европе. Давайте посмотрим сейчас попытку. Как раз про эмоции расскажу. Интересный такой момент. Уверен он. Я, Алексей, ошибаюсь или нет? У меня каждый раз кажется, когда она делает первое движение, что как-то в сторону уходит чуть-чуть штанга. Здесь скорее штанга тела. Тело, тело, да? Такое бывает иногда, да, особенность. Я второй раз себя ловлю на этом. Перекосы. Ну что ж, в толчки она выходит у нас на первое место. Нет, на второе пока, да. 146 взяла. Ну, заявка на медаль такая хорошая. И сейчас очень важный подход для эквадорской девушки. Заключительный подход. Она на хороших эмоциях. Здесь вообще молодцом. Два мировых рекорда. И хорошая медаль уже у нее в первом движении. Да, но сейчас попытка не на сумму, а попытка именно на отдельное упражнение. И даже не на отдельное упражнение. Просто в сумме забронировать за собой медаль, загнать колумбийку на неподъемные для себя веса. Вот цель именно этого подхода. Ох ты, какая редкость. Ну, давай, надо аккуратно делать все. Не, ну, характер есть, конечно, боец. Ждем к следующему чемпионату мира, ждем к Олимпийским играм вот эту девушку. 20 лет. Все ее запомнили. Ну, такой бантик сложно не запомнить, да. Так вот, про эмоции. В условиях отстранения нескольких сборных спортсмены, которые обычно там пятые, шестые, седьмые, без шансов на медали, они себя совсем с другой стороны стали проявлять, когда у них появились вот эти шансы. Пример, венгер, супертяж, абсолютно безэмоциональный, спокойный, такой флегматичный всегда. Появился шанс взять медаль в толчке, так он там и кричал, и ревел, то есть просто бросался на снаряд. Хотя раньше никогда такого не было замечено, поэтому здесь тоже, когда есть борьба, эмоции через край. Так, 150 на штанге. Рим Йон Сим. Караул. Она пока лидер и этим подходом еще большую сумму наберет. И уже эту сумму будет китаянка атаковать. Мне такой вес никогда не удавалось поднимать. Бросать доводилось, потому что это проще. Встает хорошо. Хорошая заявка на золото. В лидеры выходят в толчке и укрепляется на первом месте. Сейчас что мы интересное увидим? Во-первых, мы увидим атаку на сумму от китаянки. Это первое. И второе, мы увидим атаку на медаль в сумме бронзовую от Колумбики. Она пока в сумме проигрывает 3 килограмма представительцы Эквадора. Ей, соответственно, на 4 больше надо принимать. Если она справляется с этим весом, то она уезжает в сумме с бронзовой медалью гарантированно. Ну и, соответственно, она в этом движении тоже будет 3-я, наверное. Уже гарантированно, да. Да, она уже 3-я, она опережает во второй попытке, 146 у нее было. Ах, нет, сил не хватило. Большой для нее вес, следует это тоже отметить. Никогда ей не покорялся. Ну, результат хороший. Год назад она чемпионка. Здесь, на турнире, она в медалях. Бронзовая у нее в толчке. Но в сумме она не добрала эти 4 килограмма. Ванг Цзюю. Ух. Вот тоже, тоже на камеру реагирует. Очень так психикоустойчивая. 152. Ух, как хорошо. Новый лидер у нас. Так, Ванг 152 килограмма в третьем подходе. Ну и самое интересное, заключительный подход. Северная Корея, Рим Йон Сим пока на втором месте. И для того, чтобы выиграть и толчок, и сумму. 270 килограммов рекорд 272. Стандарт в сумме 272. Ух, внутри-то, наверное, волнение, волнение, волнение. Любая ошибка. И ты на второй строчке. Если поднимет, будет рекорд. Встал. Встал. близко как так вот ну очень большой вес для нее как как строго-то тренера выбрали да да это правило возможно какая-то говорина но она очень прям боролась долго есть доктор и он должен оказывать помощь вот именно так все это звучит в правилах пусть даже он и неторопливый очень неторопливый не из соединенных штатов америки марк эдвард так вот смотрим этот повтор проблема с правым локтем ой как борется да ну проблема все-таки да вот нет не четко вытолкнула да вот видно гульнул здесь она все сделала правильно вес предельный локоть ну вроде как визуально без повреждений комментатор владимир ваницкий мастер спорта алексей безбородов благодарю алексея за помощь за интересные статистику истории фамилии имена спасибо что пригласили всегда рад ну и будем ждать очередных выходов российских спортсменов и надеяться что не последняя вчера была медаль у нас еще будут награды до встречи на память и пубъекты